Горячая штучка в горках задержали распространителя контента 18+. По данному факту, следователями возбуждено уголовное дело. Сколько платили за киношку? Обмани, но останься! Мошенники развивают новый бизнес в сети. Напоминаем о бдительности и рекомендуем оплачивать товар только после его получения. Почему предоплата не фундамент доверия? Риск и мужество. В центре Бобруйска полыхала квартира. Пострадавших нет, причина пожара выясняется. Что осталось? Это сирена. Громкие ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Ни свет, ни заря. В Титовке рано утром чуть не сгорел дом. Пожарные подоспели вовремя. Огонь объел жилище в воскресенье. Хозяйка в этот момент находилась на улице. На место в тот же час прибыли спасатели, которые в считанные минуты справились с возгоранием. Пострадал лишь телевизор. В тот же день загорелась квартира в центре Бобруйска. На пульт МЧС позвонил мужчина. Его беспокоил дым в подъезде. Спасатели ликвидировали данное горение. В результате пожара повреждено некоторое имущество, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет. Причина пожара выясняется. Днем ранее они уберегли свои хозпостройки жители Пролетарской. Здесь загорелись сразу 4 сарая. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие и стены. В причинах сейчас разбираются специалисты. Без попутал. Водитель Пежо выехал на встречку прямо перед ГАИ. Бобруйский 54-летний шофер за рулем француза перепутал направление и выехал на полосу встречного движения. Как назло, все произошло на глазах экипажа ГАИ. Теперь мужчине грозит штраф и лишение прав сроком до одного года. Ломовой бизнес в Могилевской области задержан крупный металлист. Сотрудники Чериковской милиции арестовали в райцентре фуру, которая перевозила более 16 тонн лома черных металлов. Груз принадлежал 50-летнему руководителю частного предприятия. Мужчина собирал хлам по улицам, а также скупал у населения. Бизнес-мэм действовал без регистрации лицензии. Дома у предпринимателя обнаружено еще свыше 16 тонн отходов чермета. В общей сложности товар на сумму почти 22 тысячи рублей. В отношении фигуранта составлено два протокола об административном правонарушении за заготовку и перевозку металла и его хранение. По каждому факту ему грозит штраф до 100 базовых величин. Когда соцсети во зло, мошенники освоили новую схему обмана. Для площадки выбран Инстаграм. С начала года зарегистрировано более 700 фактов, когда люди переводили деньги за товар, но не получали его. Злоумышленники размещают поддельные страницы за счет взятых из интернета фото. Создают видимость крупного бизнеса. Сфабрикованные отзывы и накрученные подписчики демонстрируют картину благонадежности. Чаще всего потенциальных жертв притягивает низкая цена. Люди бездумно переводят предоплату или вообще всю сумму и ждут у моря погоды. А продавец, в свою очередь, получив желаемое, перестает выходить на связь. Пострадавшие признают, о применяемых мошенниками уловках не раз слышали от правоохранителей. Проблема широко освещается и в СМИ. Однако, по словам жертв, стремление совершить удачную покупку в ряде случаев берет верх. Напоминаем о бдительности и рекомендуем оплачивать товар только после его получения. Миллион кровавых роз нетрезвый бобруйчанин устроил дебош в цветочном магазине. От рук хулигана пострадали двери в торговом объекте на социалистической. Благодаря слаженности и оперативности сотрудников департамента охраны преступника тут же нашли. Им оказался 48-летний местный житель. На маршруте, неся службу вместе с Бабовиком Александром, мы получили сообщение от соседнего наряда. Принялись отрабатывать прилегающую территорию, где впоследствии недалеко от объекта, где было совершено преступление. Мы обратили внимание на гражданина, который шел в рабочей робе в темное время суток. Когда мужчину задержали, все его руки были в крови. Нарушителя доставили в отдел милиции. Любитель клубнички за распространение порно задержан житель Горок. Смотри и наслаждайся. 22-летний житель райцентра создал и администрировал приватный телеграм-канал по распространению контента для взрослых. Молодой человек регулярно пополнял ресурс роликами из интернета. Подписка была платной. Стоимость доступа варьировалась от 15 до 60 рублей. По данному факту, следователями возбуждено уголовное дело. Это была «Сирена». Ну а больше новостей ищите на нашем канале в Ютубе и соцсетях. Я Кристина Ренц. Увидимся через неделю.